Здравствуйте! Полистаем календарь. Присоединяйтесь. Сегодняшний выпуск открывает дата 23 сентября. В этот день, в 1848 году, Джон Куртис прямо у себя дома произвел первую жевательную резинку. Но идеальную формулу, которая соблюдается и по сей день, это 20% каучука, 60% сахара, 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизатора, вывел химик Уолтер Диммер спустя 80 лет. Особенностью жевательной резинки Диммера стала гораздо большая эластичность. Именно эти пропорции позволили создать еще одну разновидность – баблгам, которая позволяла легко выдувать пузыри. Плюс жвачка стала розовой, что особенно привлекала детей. Также 23 сентября 1939 года в Нью-Йорке была заложена одна из самых известных капсул времени. В сосуд из огнеупорного стекла длиной более двух метров вложили обширную коллекцию предметов. Книги, документальный фильм, 75 образцов текстиля, а также 35 мелочей повседневного пользования. Капсулу, названную из-за ее формы бомбой времени, было решено вскрыть через 5000 лет после закладки. 24 сентября и Международный день караванщика. Отмечается в день рождения Адама Уильямса, известного британского мореплавателя, штурмана и торговца. А также по одной версии первого европейца, достигшего берегов Японии в 1600 году. Традиционно 24 сентября празднуют дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи эскортных кораблей. И еще про 24 сентября. В этот день в 1999 году в Лондоне у станции метро на Бейкер-стрит открыли памятник самому известному в мире сыщику Шерлоку Холмсу. Детектив, одетый по дождливой лондонской погоде в длинный плащ и шляпу с небольшими полями, с трубкой в руке задумчиво глядит вдаль. Автор трехметрового бронзового памятника – известный английский скульптор Джон Даблдей. Кстати, в 2007 году памятник великому детективу и его коллеге доктору Ватсону открылся на Смоленской набережной в Москве. В скульптурах автора Андрея Орлова угадываются лица актеров – Василия Ливанова и Виталия Соломина, сыгравших этих героев Конан Дойля. Запутанная история. Как это верно, Ватсон? 25 сентября. В Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России. А случилось это так. В 1762 году Екатерина II с Павлом прибыли в Москву. Внезапно наследник серьезно заболел. Все обошлось, и в память об избавлении Павла Петровича был издан указ об открытии больницы для бедных. А чтобы не забывалось событие, ставшее причиной возникновения больницы, отчеканили медаль с изображением будущего царя и надписью «Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет». 1923 год и снова 25 сентября. В Тифлисе проходит премьерный показ фильма режиссера Ивана Перестиани «Красные дьяволята», поставленный по сценарию автора одноименной повести Павла Бляхина. Приключенческое произведение в советском немом кино имело ошеломительный успех. В годы Великой Отечественной войны картина была озвучена, а второе рождение ее героев состоялось в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда о приключениях неуловимых «Мстителей» рассказал режиссер Эдмонд Киосаян. 26 сентября. В гавани Плимута бросает якорь «Золотая лань», корабль, на котором английский мореплаватель и корсар Фрэнсис Дрейк завершает второе в истории кругосветное путешествие. Плавание продолжалось два года и десять месяцев. За эту экспедицию, в которой Дрейк захватил богатейшую добычу и нанес огромный ущерб испанской морской торговле, королева Англии Елизавета I щедро вознаградила пирата и возвела в рыцаре. А еще 26 сентября 1849 года в Рязани родился Иван Петрович Павлов. Ученый, создатель науки о высшей нервной деятельности и формировании рефлекторных дух. Основатель крупнейшей российской физиологической школы, лауреат Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Будучи левшой от рождения, он свободно владел как правой, так и левой рукой. И во время операции перекидывал скальпель из руки в руку. Перелистываем календарь. И снова про Павлова. Популярная в этом выпуске «Фамилия». В ночь на 27 сентября 1942 года в Сталинграде разведгруппа 42-го стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии, это три бойца во главе с сержантом Яковом Павловым, захватила единственный уцелевший от бомбежки в этом районе дом и удерживала его почти трое суток. В последующем гарнизон дома Павлова 24 бойца различных национальностей под командованием лейтенанта Ивана Афанасьева в течение 58 дней отбивал атаки противника. А 24 ноября 1942 года в составе полка перешел в наступление. За проявленное мужество Якову Павлову будет присвоено звание Героя Советского Союза. А оборона дома Павлова станет яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 27 сентября 1863 года на Васильевском острове в небольшом деревянном доме последовательница немецкого педагога Фридриха Фребеля Софья Андреевна Легибиль при поддержке мужа известного филолога открыла первый в Санкт-Петербурге детский сад. Платное воспитательное заведение для ребят дошкольного возраста, где большая часть занятий проводилась на природе. Не случайно, что именно 27 сентября в нашей стране, начиная с 2016 года, празднуется День работников дошкольного образования. 28 сентября. В 1618 году в Брюсселе открыт первый в мире ломбард под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети судно-залоговых учреждений по всей Европе. А его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. А в 1950 году, 28 сентября, американская компания Белл Телефон испытала первый в мире автоответчик. Аппарат говорил голосом тещи одного из конструкторов, похожим на скрипт тележного колеса и поэтому очень запоминающимся. Кстати, женщина получила гонорар – 50 долларов. Также 28 сентября полвека исполняется знаменитой фразе комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен». Она прозвучала во время решающего матча, когда сборная СССР после двух периодов ушла в отрыв 5-3. Но канадцы бились до конца и часто, по мнению советской стороны, и непосредственно Николая Николаевича играли грязно за гранью фола. Завершает выпуск 29 сентября. В этот день, в 1650 году в Лондоне англичанин Генри Робинсон открыл первое в мире брачное агентство – бюро встреч и адресов. Один из параграфов в списке услуг предприятия гласил – желающие жениться или женить друга могут получить информацию как об отдельных особых, так и о приданном. Переносимся в Россию. 29 сентября 1806 года. В свой 23 день рождения Надежда Дурова, дочь сарапульского городничего, обрезав косы и отбросив женские одежды, выдав себя за мужчину и, назвавшись именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку. За ратные подвиги отчаянная женщина получила Георгиевский крест и была произведена в корнеты. Кстати, именно Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки Азаровой – героини советской кинокомедии «Гусарская баллада», снятой в 1962 году Эльдаром Рязановым по пьесе Александра Гладкова. Интересно? Дальше будет еще интереснее. До встречи уже через неделю в самой познавательной передаче на Народном. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин